Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную классическую жилеточку, которая подойдет как для мальчика, так и для девочки в зависимости от выбранного цвета. Если же вы вяжете, как я, для школьника, можно использовать цвета, которые выбраны для школы. Итак, смотрите, по размерам я вас сейчас ориентирую. Я вязала на мальчика 6-7 лет, соответственно, для девочки подойдет для более старшенькой. По ширине, по окружности груди жилеточка 31 см, по высоте 42,5 см, по высоте проймы 16,5 см, по нижней точке горловины 15 см и по верхней 13 см. Смотрите, мы будем в видео вязать на полсантиметра эти мерочки увеличивать, потому что при сшивании плечевых скосов, при обработке горловины и рукавчиков, нам нужно будет добавлять по полсантиметра. То есть, к примеру, если у нас общая высота жилетки 42,5 см, соответственно, в видео мы будем вязать 43 см как спинку, так и перед, потому что эти полсантиметра заберутся по ходу сшивания. Вот, взяла я такой обычный самый узорчик ромбы теневой лицевой гладью, начинала с резиночки 1х1, ей же и обрабатывала рукавчики и проймочку. Мы уже вязали одну жилеточку, я решила связать еще жилеточку на мальчика помладше. Вот, если вам понравилось, конечно же, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу полушерстяную Ализе Лана Голки, в ней 240 метров 100 граммах, более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео этой пряжи, обзорчик. Ссылочку оставлю под этим видео, смотрите в описании. Вязать буду спицами прямыми номер 3,5 основное полотно. Далее для резиночки буду использовать спицы на полразмера меньше, то есть троечку у меня, а не круговые. И для удобства обвязывания горловины и промочек буду использовать чулочные спицы, также номер 3,5. Также нам понадобится крючок, ножнички сантиметр и 1-2 маркера. В принципе, можно использовать всего 2 пары спиц. Это круговые номер 3 и прямые 3,5. Кто привык обвязывать пройму, горловинку и так далее спицами на полразмера меньше, так же, как и при вязании основного полотна резиночки, то можете использовать просто троечку и для горловины, и для начала вязания резиночки. Я буду уже использовать чулочные, мне так проще и удобно. Возможно, вам понадобится по ходу работы булавочки и так далее, то есть для того, чтобы оставить на дополнительной спице, либо булавочке открытые петельки. В общем, там уже по ходу вязания мы будем смотреть. Для начала поговорим немножечко о расчетах на жилетку. Для расчета на жилетку вам нужно знать общую высоту жилетки от плеча до максимальной длины, которую вы хотите. Затем нам нужно знать обхват груди ребенка. У меня 57 обхват, поэтому я добавляю еще плюс хотя бы 3 сантиметра и делю напополам. То есть у меня получается 60 сантиметров, делю напополам, получается полуобхват 30 сантиметров. То есть перед и спинка шириной должны получиться у нас по 30 сантиметров. Теперь, зная высоту и полуобхват, нам нужно связать небольшой образец из пряжи, который мы будем вязать спицами. Немножечко, буквально наберите с сантиметров 6-7 сантиметров и возьмите средние 5 сантиметров. И разделите на количество петель в этих 5 сантиметрах. Так вы получите сколько петель в одном сантиметре. У меня получилось 2 петли, 17 сотых, ну то есть 2,17 петелечек в одном сантиметре. Затем, зная полуобхват, то есть 30 сантиметров, мы умножаем на количество петелек в одном сантиметре. В данном случае 2,17, получаем 65 петелек. К этим 65 петелькам мы должны прибавить 2 кромочные. То есть на спинку и перед мы будем набирать по 67 петелек. Но еще это не конец. Нам нужно их равномерно распределить на количество рапортов узора для жилетки. Так как у меня будут ромбики, то я узнаю, что в одном рапорте ромбиков у меня 8 петелек. То есть те части, которые у нас будут постоянно повторяться, у меня 8 петелек. Высоту раппорт моего узора составляет 16 рядочков. Вот 16 рядочков в высоту будут повторяться и 8 петелек в ширину будут повторяться. Плюс нам нужно сейчас подобрать максимальное количество рапортов, которое вмещается у нас в количество петель 65. Почему? Потому что первая и последняя кромочная у нас в счет рапорта не должны входить. Вот. Поэтому мы берем 65 петелек наших и распределяем на количество рапортов. Так как у меня 65 не делится на 8, то берем 64 петли. 64 на 8 это полноценных у нас получается 8 рапортов. То есть 64 делим на 8, получается 8. И у нас остается одна петелька, шикарная петля симметрии. То есть нам нужна еще плюс одна петля для того, чтобы завершить наш рапорт с того, с чего мы начали. То есть как бы повторить вот этот первый ряд рапорта. Нам нужна петля симметрии, поэтому мы четко вписались в наши 65 петелек. Для тех, у кого может петельки, допустим, быть к примеру 65 не 5, а 60 к примеру 8. Я вам покажу. Смотрите. Мы берем средние наших 8 петель рапорта. Повторяем нужное количество раз. В данном случае, если к примеру 68 петелек, то 8 раз. Плюс берете петлю симметрии. И это одна петля уже получается 65 забрали петелек, как в моем случае. И вы можете распределить петельки. Желательно берите, еще раз повторюсь, допустим не 68, а 67, к примеру, либо наоборот 69. И вот эти дополнительные петельки вы можете убрать в ширину рядочков. То есть как бы повторить конец рапорта и начало рапорта. То есть как бы равномерно распределяете нужное количество петелек в ширину. И тем самым вы начнете вязание в самом начале ряда с дополнительных петелек. Затем провяжете нужное количество раз повторения рапорта. И симметрично началу вы закончите конец ряда уже как бы по симметрии. Вот, но это для тех, у кого будет несоотношение. У меня, слава богу, все совпало. Поэтому я буду вязать четкие рапорты плюс петля симметрии в конце ряда. Итак, что еще скажу по поводу жилеточки. Нам нужно распределить жилетку на высоту резинки. Затем мы продолжаем вязание рапортами основного узора. До высоты я взяла от начала резинки до высоты проймы 26 см. Мне этого будет достаточно. Хотите, можете взять еще больше, допустим, на пару сантиметров, если вам хочется жилетку подлиннее. Плюс нам нужно взять высоту с нашей проймы. То есть, смотрите, у меня получается 43 см общая высота, которую я поделила до проймы расстояния 26 см от резинки до проймы. И от проймы до нашего плечевого скоса я взяла 17 см. 16,5-17 см мне кажется более вполне достаточно. Затем мы уже поделим петельки на плечевые скосы и будем закрывать нашу горловинку. Горловинка у меня будет V-образная, так как я ее более всего люблю и с ней не требуется очень много расчетов. Сзади я закрою спиночку, немножечко закруглено для того, чтобы у нас не торчала обработка горловины сзади. То есть, чтобы не торчали такие вот петли ровные. Поэтому, чтобы красивенько легло по спинке наша горловинка, я буду немножечко закрывать петельки. В общем, в принципе, о расчетах мы поговорили с вами, поэтому вы смотрите, сколько нужно вам набрать петелек. Плюс добавляете две кромочные, распределяете на узорчик. Рапорт узорчика у меня, еще раз повторюсь, 8 петелек для моих ромбиков. Можно взять больше ромбики по размеру, можно взять меньше. То есть, это уже зависит от вашего вкуса. И начинаем набирать на спицы номер 3, то есть, те, которые поменьше, 67 петелек. Итак, 67 петелек набраны, и у нас должен остаться при наборе вот этот коротенький хвостик по длине. Оставьте его сантиметров 50-60. Это для того, чтобы нам не делать лишних присоединений при сшивании наших боковых сторон. Поэтому, вот так вот при закрути, закрепите в начале, вот здесь вот вязание вашего, вот эту лишнюю ниточку. То есть, можете закрепить ее маркером, булавкой, привязать ниточкой и так далее. Она нам еще пригодится, не отрезайте ее. И теперь вытаскиваем свободную спицу и начинаем вязать первый ряд резиночки 1х1. Итак, первую кромочную я провяжу изнаночной. Во всех дальнейших рядах начальную петельку я буду просто снимать непровязанной. Это для удобства, чтобы нам потом было красиво и ровно сшить боковые стороны. Теперь вторую вяжу лицевой петлей, третью изнаночной, четвертую лицевой петлей, пятую изнаночной. И так далее. Чередуем до конца ряда, провязывая то лицевая петля, то изнаночная, то лицевая, то изнаночная. В конце ряда у нас лицевая петля и кромочная, последняя петля, изнаночная. И все последующие ряды, последнюю петлю я буду вязать изнаночной. Теперь второй ряд. Кромочную первую снимаем непровязанной, а дальше вяжем по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. И так продолжаем чередовать изнаночная лицевая до конца ряда. Сейчас мы вяжем с вами второй ряд резиночки один на один. Таким образом нам нужно связать 13 рядочков. То есть мы два с вами начали вязать, вот провязав первый, начали второй вязать. То есть вам еще самостоятельно нужно довязать 11 рядочков. Почему такое вот нечетное количество? При наборе петелек у нас, если вы посмотрите внимательно, с лицевой стороны у нас вот здесь вот такие вот зубчики-рубчики. Я хочу, чтобы у меня вот эта начальная косичка при наборе, которая с изнаночной стороны была в итоге с лицевой стороны. Поэтому я провяжу последний ряд резинки один на один с вот этой вот лицевой стороны. И далее она у нас будет изнаночная. То есть провяжем 13 рядочков резинки один на один и затем перейдем на основной рисунок жилетки. Провязали резиночку один на один 13 рядочков и мы сейчас в начале 14 ряда. И обратите внимание, вот эта наша ниточка длинная, которую мы оставляли, находится с левой стороны. Теперь мы меняем спицы на номер 3,5. И находимся в начале 14 ряда общего вязания, но будем вязать первый ряд раппорта узора. Итак, подтягиваем спицу и начинаем вязание. Сейчас мы будем вязать таким образом, чтобы не трогать кромочные в наше общее вязание. То есть кромочную первую мы снимаем, а последнюю вяжем всегда изнаночной. Далее вяжем первую петельку лицевой, вторую, третью и четвертую. Четыре лицевые, одна изнаночная, три лицевые. Один, два, три. Это и есть наши 8 петель раппорта узора. Повторяем. Четыре лицевые, один, два, три, четыре. Одна изнаночная, три лицевые. Один, два, три. Вот так вяжем до конца первого ряда. Четыре лицевые, одна изнаночная, три лицевые. В конце ряда, довязав последний раппорт, три лицевые, мы довязываем предпоследнюю петлю симметрии лицевой и кромочная, изнаночная. И разворачиваем на второй ряд. Меняем спицу на три с половиной и вторую, связав с троечки. И продолжаем вязать. Второй ряд, как и все последующие четные ряды, мы будем вязать по рисунку, как ложатся петли. Первую кромочную снимаем непровязанной, далее у нас идет четыре изнаночные. Мы так и вяжем четыре изнаночные. Один, два, три, четыре. Далее у нас идет одна лицевая, так и вяжем одна лицевая. Снова у нас идут изнаночные, вот над изнаночными мы вяжем изнаночные в этом ряду. А далее идет одна лицевая, вот так и вяжем над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И так вяжем каждый четный ряд. Второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее. Вплоть до последнего ряда нашего рапорта узора. Шестнадцатый ряд, последний рапорт узора. Также он будет изнаночный и будем вязать его по рисунку. Третий ряд узора. Кромочную снимаем. Далее вяжем три лицевые. Один, два, три. Далее вяжем три изнаночные. Один, два, три. И две лицевые. Один, два. Это и будет наш рапорт узора. Три лицевые повторяем. Один, два, три. Три изнаночные. Один, два, три. И две лицевые. Один, два. Мы связали два рапорта узора и повторяем. Три лицевые, три изнаночные, две лицевые. До конца этого ряда. В конце третьего ряда петля симметрии у нас лицевая и кромочная петля изнаночная. Пятый ряд узора. Кромочную снимаем. Далее вяжем две лицевые. Один, два. Пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. И одна петля лицевая. Повторяем. Две лицевые. Пять петель изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. И одна петля лицевая. Вот так будем вязать до конца этого ряда. Три лицевые. Две лицевые. Пять изнаночных. И одна лицевая. Две лицевые. Пять изнаночных. Одна лицевая. В конце ряда петля симметрии у нас лицевая и кромочная изнаночная. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Далее одна лицевая. И семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова повторяем. Одна лицевая. И семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Мы связали два рапорта. И продолжаем дальше вязать. Лицевая, семь изнаночных. Лицевая, семь изнаночных. До конца ряда. Петля симметрии у нас лицевая. И кромочная, изнаночная. Девятый ряд. Кромочную снимаем. И вяжем восемь петелек изнаночные. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Связали первый рапорт. И продолжаем вязать до конца этого ряда все петельки, как вы поняли, уже изнаночными. Потому что восемь изнаночных, восемь изнаночных, восемь изнаночных. Это и есть до конца ряда все петельки полностью изнаночные. Одиннадцатый ряд. Кромочную снимаем. Далее, одна лицевая, семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторяем. Одна лицевая, семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот так вот вяжем до конца ряда. Чередуя. Одна лицевая, семь изнаночных. Одна лицевая, семь изнаночных. Петля симметрии лицевая, кромочная, изнаночная. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем две лицевые. Один, два. Пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. И лицевая. Повторяем. Две лицевые. Один, два. Пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. И одна лицевая. Вот так вяжем до конца ряда. Чередуя две лицевые, пять изнаночных, лицевая. Две лицевые, пять изнаночных, лицевая. Кромочная петля симметрии. Петля симметрии у нас лицевая. Кромочная петля изнаночная. Пятнадцатый ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. 1, 2. Повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. И вот так вяжем до конца ряда, чередуя 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. Петля симметрии будет у нас лицевая и кромочная петля изнаночная. Довязав 16 изнаночный ряд, 17 ряд вяжем, начиная с первого ряда рапорта. То есть 4 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые. 4 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые. Как вязали первый ряд. Затем петля симметрии также у нас вяжется лицевой и кромочная петля изнаночная. То есть включаем видео сразу же первый ряд после резинки и вяжем вот такие вот рапорты из 16 рядочков в высоту. Как всегда у нас изнаночные ряды все по рисуночку вяжутся. И вот таким вот образом нам нужно связать полотно вот таким вот узорчиком до тех пор, пока от начала вязания, вот здесь вот от начала резиночки нашей, не будет 26 сантиметров. Может 26 с половиной. Я уже затем покажу вам на каком ряду рапорта я остановилась, чтобы вам было понятно с чего будем начинать. И затем будем закрывать петельки для проймочки. То есть сейчас вяжем просто вот таким вот прямым полотном. С первого рапорта включаете вот здесь после резиночки и вяжете в высоту. Провязали 26 сантиметров в высоту. У нас ниточка начальная с левой стороны, поэтому мы находимся сейчас все правильно на лицевой стороне. Итак, я провязала, смотрите, от начала мы провязали первый рапорт, затем второй рапорт, третий и половинку я провязала. Закончила вязать я двумя рядами, то есть лицевой ряд у нас все петельки изнаночные и изнаночный ряд все петельки лицевые. И сейчас нахожусь в начале первого ряда вот этого лицевого ромба, то есть в середине рапорта. Спускаю вот сюда к краю петельки и начинаю вывязывать проймочку. Пройму я буду вывязывать закрытием трех петелек сначала, вот здесь в лицевом ряду, трех петелек с конца в изнаночном ряду. Начнем с лицевой стороны. Итак, кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная. По рапорту узора у нас сейчас должна быть уже лицевая петля, поэтому я вяжу лицевую и одеваю кромочную на эту лицевую. Далее у нас вторая изнаночная. Я вяжу изнаночную изнаночной и переодеваю лицевую продетую на изнаночную, то есть таким образом я закрыла две петельки. И последнюю третью петельку я вяжу изнаночную изнаночной и переодеваю на нее предыдущую петлю. То есть мы сейчас сократили первые три петельки с лицевой стороны и теперь до конца ряда вяжем по рисуночку. Смотрите, у нас сейчас по рапорту узора должна быть одна лицевая вот здесь вот над ромбом предыдущим провязанным. Поэтому вяжем все петельки изнаночные, сейчас я вам скажу, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая вяжем изнаночными, то есть после закрытия петелек. Далее у нас идет одна лицевая и снова 7 изнаночных, одна лицевая, 7 изнаночных, одна лицевая. То есть продолжаем вязать по рисуночку, делая первый ряд уже следующего вот такого вот лицевого ромба. Вот она, одна лицевая у нас по рапорту и снова 7 изнаночных и одна лицевая над ромбом. Вот так вот. Если мы возьмем наш рапорт полный, то у нас по фактически сейчас должны быть 4 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные. Вот довязываем. Если брать по общему рисунку, то, если вам удобно понимать, 7 изнаночных, 1 лицевая. А если по рисуночку, то вот сейчас как раз таки я начинаю рапорт в ширину. Это 4 изнаночные, 1 лицевая и 3 изнаночные. Если вам удобно так вот по рапортам считать, то, пожалуйста, продолжайте вязать так. Главное, чтобы у вас над предыдущим ромбом, вот этим лицевой, последней вверху, была лицевая вот здесь вот вверху. Главное это запомните. И довязываем вот так вот по рисуночку до конца, до самого-самого конца ряда. При этом у вас будет петля симметрии здесь лицевая и кромочная изнаночная. Довязали до конца ряда и разворачиваем на изнаночный ряд. На изнаночном ряду, как и в лицевом, мы должны закрыть первые 3 петельки. Кромочную снимаем не провязанной. Затем у нас идет изнаночная. Изнаночную мы провяжем точно так же изнаночной и одеваем кромочную на изнаночную. При этом кромочную спускаем. Затем идет у нас вторая лицевая. Мы вяжем лицевую и переодеваем предыдущую петлю на лицевую. И снова третья у нас идет лицевая. Я так и провяжу ее лицевой. И предыдущую одену на лицевую. Таким образом я сделала снова закрытие трех петелек. И теперь до конца ряда, так как это у нас изнаночный ряд, я довяжу по рисунку. Над лицевыми петельками провяжу лицевые, над изнаночными и изнаночными. При этом я буду вязать, как и прежде, последнюю петлю кромочную, изнаночной. Довязали до конца изнаночный ряд. И теперь вяжем снова ряд с убавлением одной петельки с каждой стороны на проймочке. Кромочную снимаем. Далее у нас идет изнаночная. Мы так и вяжем ее изнаночной. Кромочную одеваем на изнаночную. Все, одну петельку мы закрыли. И теперь до конца ряда смотрим и вяжем по рисунку. Итак, вяжем три изнаночные после первой петельки. То есть всего получается четыре петли сначала изнаночные. Далее у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Мы вяжем три лицевые. То есть над лицевой предыдущего ряда лицевую. И по бокам по одной петельке. Далее вяжем пять изнаночных, три лицевые. Один, два, три, четыре, пять изнаночных. Три лицевые. Один, два, три. То есть снова над лицевой вяжем лицевую. И по краям тоже по лицевой. То есть увеличиваем вот этот лицевой ром. Если посмотреть на раппорты узора в ширину по рисунку, то у нас получается сейчас раппорт три изнаночные, три лицевые, две изнаночные. То есть довязываем две изнаночные. Снова три изнаночные. Один, два, три. Три лицевые. Один, два, три. И две изнаночные. Вот таким вот образом вяжем наш раппорт 3 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. При этом средняя лицевая должна соприкасаться с лицевой предыдущего ряда. Довязали до конца ряда, тут уже у нас идут изнаночные петли с лицевой стороны. Петель в симметрии нету, поэтому просто довязываем изнаночными по рисунку. Теперь с изнаночной стороны, когда перевернем, нам нужно убавить точно так же, как и в лицевом ряду, одну петлю. Поэтому кромочную снимаем, далее у нас идет лицевая, провяжем ее лицевой и кромочную переодеваем на лицевую, при этом спускаем со спицы. Сделали таким образом закрытие одной петли и довяжем до конца ряда по рисунку, так как это у нас четный ряд изнаночный, поэтому вяжем, как всегда, все петельки по рисунку. Довязав на изнаночной стороне, поворачиваем на лицевой ряд. И теперь смотрите, мы получается по краям закрыли уже по 4 петельки, то есть 3, 3, 1, 1. Сейчас нам остается лишь закрыть по одной петельке с каждой стороны для окончания закрытия петель для проймочки. Но перед тем, как закрывать последние петельки, я попрошу вас поделить ваше полотно, общее количество петель, которые у вас сейчас на спице, пополам. Если посмотреть на мое полотно, то мне количество петелек считать не нужно. Я просто беру вот эти целые ромбы, то есть половиночки не считаю, 1, 2, 3 в одну сторону и 1, 2, 3 в другую сторону. И вот он у меня центральный седьмой ромб. Я нахожу центр этого ромба, вот она у меня лицевая, и просто отмечаю эту ниточку. Можете взять маркер, булавочку, просто кусочек ниточки вот так вот для удобства, отметьте вот эту центральную петлю. Если вы отчитаете, не в счет не входит вот эта петля, отчитайте в одну сторону и в другую сторону у вас одинаковое количество петель. Теперь начинаем закрывать петельку последнюю для проймы. Я перехожу для удобства на чулочную спицу, мне так будет удобно, чтобы вам показать, как у нас будет делиться вязание, и чтобы вам хорошо было видно петельки. Вы можете продолжать просто на прямой спице вязание дальше. Итак, кромочную снимаем, далее у нас следующая петля изнаночная. Вяжем ее изнаночной и кромочную переодеваем на изнаночную. Сделали закрытие последней пятой петельки для правой проймы, и все, петли больше закрывать для проймы не будем. Теперь у нас сейчас идет изнаночная, 3 лицевые и изнаночная в предыдущем ряду. Эти петельки у нас в этом ряду по раппорту узора все лицевые, то есть 5 лицевых. И теперь вяжем раппорт узора, он как раз у нас сейчас находится в конце, и довязываем одну изнаночную. Далее у нас идет по раппорту узора 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная. Повторяем еще раз, 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная. То есть вот он наш раппорт узора. И теперь смотрите, мы сейчас как бы начинаем следующий раппорт, вяжем 2 изнаночные и вяжем 2 лицевые из 5. Довязав до центральной вот этой петельки отмеченной, мы не трогаем больше ничего пока. Смотрите, я как уже говорила вам, делю на одну спицу, одну половину, теперь у меня осталось на левой спице вместе с отмеченной петелькой вторая часть. Я беру вторую чулочную спицу и начинаю вязать вторую сторону. Смотрите, для начала мы вот эту лицевую отмеченную петельку и следующую после нее провяжем 2 вместе петли одной лицевой. Сократили, получается, первую петельку, то есть вместо 2 у нас теперь одна лицевая. Теперь возвращаем ее обратно на левую спицу, немножечко вот так вот разверните ее другой стороной. И теперь вместе с изнаночной вот этой первой, то есть лицевую и изнаночную, вяжем вместе одной петлей лицевой. Таким образом мы закрыли 2 первые петельки на левой стороне. И теперь до конца этого ряда вяжем по рисунку петельки. То есть смотрите, по рапорту узора у нас сейчас получается 1 изнаночная, далее 2 изнаночные, уже начинается новый рапорт, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная, то есть первый рапорт, далее 2 изнаночные, 5 лицевых, второй рапорт и так далее. 1 изнаночная, это до конца рапорта я договорила. Вот и снова повторяем, 2 изнаночные, 5 лицевых, изнаночная и здесь вот петля симметрии 1 изнаночная, кромочная изнаночная. То есть до конца ряда там уже у вас одни изнаночные. То есть довяжем по рисунку до конца лицевого ряда. Довязали до конца ряда и теперь смотрите, что у нас получается. Я прямые спицы вовсе пока убираю, они мне не нужны. Я буду продолжать на чулочных. Вы если вяжете на прямых, то вяжете дальше. Мы теперь смотрите, убавили на правой полочке все петли для проймы и оставили правую, вот эту вот сторону, правую полочку будем ее считать, просто на отдельной спице. Она нам пока не нужна. Будем вязать все время на левой. Но как вы помните, на левой мы еще не убавили вот здесь одну петельку на пройме. Поэтому разворачиваем на изнаночный ряд, кромочную снимаем, вторая у нас идет лицевая. Вяжем ее лицевой и кромочную одеваем на лицевую. Сократили пятую петельку проймы, все, на проймочку мы закрытие петель больше не будем делать. А просто вяжем, как вы помните, изнаночный ряд и все изнаночные ряды вяжем по рисунку. При этом кромочную первую снимаем, но мы сейчас сделали закрытие петелек, а в дальнейших рядах будете просто ее снимать, не провязанной. Все петельки вяжем по рисунку, вот здесь, но вяжем не до конца ряда, а лишь до конца спицы, то есть до отмеченной нашей петельки, которую мы сократили. То есть, как бы я буду считать, что вяжем только одну часть спицы. Вяжем по рисунку, над изнаночными, изнаночные петли, над лицевыми, лицевые, при этом кромочную, в данном случае последнюю петлю в этом ряду, в изнаночном, я буду всегда вязать изнаночной петлей. Так будет удобно и будут красивые края. Сейчас у меня эта спица будет немножечко цепляться, но вы не обращайте на это внимания. Теперь, смотрите, мы сейчас в начале середины лицевого ряда, то есть вот она серединка, правую не трогаем. И смотрите, первая у нас петля вот эта кромочная и вторая у нас петля изнаночная. Мы две вместе петли крайние вяжем вместе лицевой одной петлей. То есть, таким образом мы сделали сокращение одной петли. Теперь по рисунку у нас идет одна изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова одна изнаночная. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. И теперь, развернув на лицевой ряд, лицевую и следующую изнаночную вяжем вместе одной лицевой. То есть, первые две петли вяжем вместе одной петлей лицевой. Далее у нас ромбик, вот этот лицевой гладью, идет на уменьшение. Поэтому вяжем одну изнаночную, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и одна изнаночная. Далее вяжем изнаночную над изнаночной и в начале ромба снова вяжем изнаночную. То есть, получается фактически 5 лицевых, 3 изнаночные. И так и продолжаем. 5 лицевых, 3 изнаночные. Над изнаночной предыдущего ряда изнаночной. И по краям добавляем увеличение изнаночного ромба. А лицевой ромб идет на уменьшение. Снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, одна изнаночная и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. Повернули на лицевой ряд и снова в начале лицевого ряда первую петлю и вторую вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть, делаем уменьшение. И в начале каждого следующего лицевого ряда, в начале, вот здесь вот, будем вязать просто первую и вторую петельку вместе одной петлей лицевой. Затем у нас идет, смотрите, 5 лицевых. Мы снова уменьшаем наш ромбик, поэтому вяжем изнаночную после уменьшения. 3 лицевые, 1, 2, 3 и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 3 лицевые, 5 изнаночных. То есть, уменьшаем лицевой ромбик, увеличиваем изнаночный ромбик. Снова провязали 5 изнаночных, 3 лицевые, 1, 2, 3. И в конце у нас 2 изнаночные, кромочная, также изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. Повернули на лицевой ряд и снова в начале лицевого ряда первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой петлей. Далее вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая и 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая и до конца ряда 4 изнаночные. 3 изнаночные и кромочная, также 4 изнаночные. На лицевой ряд вяжем по рисунку. Развернув на лицевой ряд, снова первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой. Далее у нас по рисунку все петельки изнаночные. В изнаночном ряду все петельки лицевые. Кромочная и изнаночная и поворачиваем на лицевой ряд. Снова первую и вторую петлю вяжем вместе лицевой петелькой. Далее вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая и до конца ряда 4 петли изнаночные. Из них 3 изнаночные, кромочная петля тоже изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. Повернули на лицевой ряд и снова первая и вторая петелька вместе одной лицевой. Затем у нас идет 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 3 лицевые. 1, 2, 3. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные и кромочная. 3 изнаночные. В начале лицевого ряда снова первые 2 петли вместе вяжем лицевой. Далее у нас идет 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и кромочная также изнаночная. В начале лицевого ряда снова убавляем. 2 вяжем первые петли вместе одной петлей лицевой. Далее идет у нас 1 изнаночная, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И кромочная изнаночная. В лицевом ряду в начале ряда делаем убавление. 2 петли вяжем первые вместе лицевой и одной. И до конца этого ряда, за исключением последней кромочной петли, все петли лицевые, кромочная, изнаночная. В лицевом ряду 2 первые петли, кромочная и первая вместе, вяжем одной петлей лицевой. И до конца ряда все петли лицевые, кромочная у нас, изнаночная. Поверну на лицевой ряд. Снова первые 2 петли сокращаем, вяжем 2 вместе, 1 лицевую. И до конца ряда все петли лицевые, кромочная, изнаночная. Снова развернули на лицевой ряд. Изначально я хотела оставить 15 петелек. То есть, при расчетах своих, я оставляла, как вы помните, изначально по 15 петелек. Но решила это исправить на 14 петелек. То есть, здесь тоже я немножечко на спинке добавлю 2 петли, буквально вот эти, которые я сейчас буду убирать. Ну, то есть, одну с одной стороны и другую, 15-ю с другой стороны. То есть, я оставлю на наши плечевые скосы по 14 петелек. Почему? Объясню. Потому что при ширине плеча где-то 8,5-9 сантиметров, нам нужна еще обвязка проймы. Вот я на обвязку проймы как раз-таки оставлю где-то порядка 2 сантиметров. И у меня, в принципе, остается одна, как бы, петелька, которую можно еще сократить. Поэтому оставшиеся здесь 15 петелек я еще раз делаю сокращение, провязывая 2 первые петли вместе лицевой. И оставшиеся 13 лицевых довязывая. То есть, 12 лицевых и кромочная, 13-я и изнаночная. Вот. И тем самым оставляю на плечевые скосы по 14 петелек, которых мне вполне хватает. Хотите, можете оставить 15. Но я еще объясню, почему я еще сократила одну петельку. Это добавились у нас лишние 2 ряда, которых, в принципе, не должно быть при изначальных моих расчетах. Я здесь посмотрела от начала закрытия проймы. Как вы помните, у нас высота проймы должна быть, вот здесь вот, помните, 17 сантиметров. Так как при сокращении горловины V-образной у нас здесь еще нет этих 17 сантиметров, вот здесь вот, если вы померяете, то эти 2 ряда нам помогут лишний сантиметр добавить в высоту. А затем, провязав вот этот вот изнаночный наш ряд без изменения, как всегда, то есть все петельки изнаночные, мы уже перешли на лицевую гладь, здесь гораздо проще. Вот. Мы провяжем с изнаночной стороны 17 наших петелек по рисунку. И все. Убавление делать мы больше не будем в лицевых рядах. Просто нам прямым полотном вот этой вот лицевой глади нужно провязать до тех пор, пока от вот этого здесь вот изгиба нашего уголочка проймы при ровном вязании, вот так вот, ровное сейчас вязание, вот от этого момента до высоты проймы 17 сантиметров нужно довязать. То есть я вам сейчас скажу, при вязании изнаночного ряда последнего у меня сейчас высоту, вот так вот сейчас я вам прям точно скажу, 11 сантиметров, даже может 11 с половиной, ну вот 11 пусть будет. То есть нам еще 6 сантиметров в высоту, вот так. Нужно довязать вот эти 6 сантиметров просто лицевой гладью вот этой. И у нас будет полная полноценная высота проймы. И затем будем вот эту сторону уже оставлять и вывязывать вторую. То есть просто вяжем 14 рядочков прямыми обратными рядами лицевой гладью до тех пор, пока от начала проймы до конца вашего вязания не станет 17 сантиметров. Желательно просчитайте количество рядов, либо счетчиком рядов, либо спичками, палочками, галочками. В общем, кто как привык отмечать ряды, желательно просчитайте, сколько рядочков вы сейчас провяжете в этих 6 сантиметров, для того, чтобы симметрично сделать вторую сторону. У меня получилось высоту 14 рядочков. И теперь от начала проймы до плечевого скосика 17 сантиметров и от начала вязания до плечевого скоса у меня также 43 сантиметра. Теперь берем нашу рабочую ниточку, она у меня осталась в конце провязанного изнаночного ряда, то есть в начале лицевого ряда. Я беру, отрезаю ниточку, оставляю длинный хвостик где-то сантиметров 30, можете оставить 35 сантиметров для того, чтобы наши плечевые скосики затем сшить. И чтобы получился у нас такой вот бесшовный вариант, я оставляю петельки на спице открытыми, то есть в принципе у меня чулочные спицы, поэтому мне как бы можно одну спицу откинуть с вязания. Если же у вас нет чулочных спиц, то можете оставить на булавочке, на ниточке, даже вот так вот кусочек ниточки вдеть в иголку и оставить на ниточке открытые петли. Вот, эту ниточку я убираю, мне она не нужна уже. И теперь я приступаю к вязанию второй стороны. У меня немножечко из-за узорчика сейчас вот так вот пружинит. Абсолютно ничего страшного этого, не обращайте на это никакого внимания. После окончания сшивания сборочки, в общем обработки проймочек и горловинки, вы просто потом намочите жилеточку и все это аккуратненько выровняется, поэтому не переживайте. Перед тем, как мы начнем вязать правую сторону, я предлагаю вам немножечко схитрить для того, чтобы у нас шло совпадение вот этого рисуночка и с правой стороны. Смотрите, у нас перед отмеченной петелькой, которая была у нас отмечена, идут две лицевые. Я предлагаю вам их совсем спустить, затем убрать последний провязанный ряд, то есть вот эту ниточку верхнюю, вытащить с двух петелек. Затем одеваем на крючок сначала лицевую петлю, а затем одеваем на крючок изнаночную петлю. И пропускаем сквозь эти две петли на крючке вот эту ниточку, которую спустили, как бы ниточку последнего ряда. И возвращаем обратно на спицу. Для чего мы это сделали, вам объясню сейчас. Смотрите, мы при вывязывании вот здесь вот первого ряда делали сокращение, но не сделали сокращение для правой стороны. То есть, в принципе, я об этом на тот момент не думала, а вот сейчас оказалось, что это нужно. То есть мы сейчас сделали убавление из двух петелек, связали одну петлю, и фактически это сейчас лицевой ряд. То есть мы берем сейчас, разворачиваем на изнаночную сторону и берем ниточку и спицу. Ниточку я беру ту, которую отрезала. Вот она у меня отрезанная. Краешек первой ниточки и вот второй. Я беру рабочую ниточку и сначала беру, вяжу вот эти вот первые две петельки. Вот она у нас лицевая, изнаночная, кромочная. Вяжу и две петли вместе одной изнаночной. Но перед тем, как вязать изнаночной, я кромочную вот эту первую изнаночную сниму, а лицевую поверну другой стороной, для того, чтобы нам было удобно провязывать. И теперь ввожу рабочую ниточку, провязывая две первые петли с изнаночной стороны вместе изнаночной петлей. То есть две вместе петли вяжу изнаночной петлей. Затем у нас идет лицевая, я так и вяжу ее лицевой. Снова лицевая, я так и вяжу ее лицевой. Изнаночная над изнаночной. То есть это у нас изнаночный ряд, как всегда вяжем по рисунку. Я просто в начале изнаночного ряда убавила две петли, провязав две вместе петли одной изнаночной, так как это изнаночный ряд. То есть получается в конце лицевого ряда мы сделали убавление одной петли, и в начале изнаночного ряда мы сделали убавление одной петли. А до конца ряда, изнаночный ряд, вяжем по рисунку, как по рапорту узора. Кромочная, также изнаночная. Вот эту ниточку можете закрепить с изнаночной стороны. Я не делала начальную петельку для того, чтобы не было узелка. Она нам больше не нужна. Я ее оставляю для того, чтобы потом завязать, то есть как бы ее спрятать, вот этот краешек ниточки, чтобы он у нас не торчал. Повернув на лицевой ряд, кромочную снимаем, а лицевой ромбик у нас увеличивается. Поэтому вяжем сразу 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 1 изнаночная, изнаночный ромбик у нас идет на уменьшение. И снова 7 лицевых, 1 изнаночная. 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная. И последнюю в лицевом ряду я буду вязать лицевой, для того, чтобы потом не перекручивать петельки в нужном направлении. Но в начале каждого изнаночного ряда мы будем делать убавления. Для этого в каждом ряду в изнаночном я буду поворачивать вот эту вторую лицевую петельку. А затем последнюю и лицевую провязывать вместе 1 изнаночной петлей. Это у нас сейчас в этом ряду первая петля, а не последняя. Поэтому первые 2 петли, повернув вторую лицевую петлю задней стеночкой ближе к себе, я буду вязать в каждом абсолютно изнаночном ряду 2 вместе 1 изнаночной петлей. И далее, так как это у нас изнаночный ряд, я вяжу все петельки по рисунку. Развернув на лицевой ряд, кромочную снимаем и ромбик у нас идет на уменьшение. Поэтому вяжем 1 изнаночную. Далее вяжем 5 лицевых. 3, 4, 5. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночных. 1, 4, 5. 1, 2, 3. 3 изнаночные, 5 лицевых. 3 изнаночные, 5 лицевых. И вот довязываем 5 лицевых. Считаем внимательно, чтобы не сбиться. И 1 изнаночная в конце. И я кромочную в лицевом ряду вяжу лицевой, как вы помните. Вот так вот. То есть у нас ромбики лицевые идут на уменьшение. А вот эти изнаночные ромбики идут на увеличение. С изнаночной стороны снова первую изнаночную я снимаю. Лицевую разворачиваю нить перед работой. И возвращаю кромочную петлю. Затем 2 вместе вяжу 1 изнаночной петелькой. Затем у нас идут по узорчику изнаночные. Изнаночные вяжем над изнаночными, как вы помните, в изнаночном ряду. Лицевые над лицевыми. Кромочная у нас и изнаночная. Развернув на лицевой ряд, снова кромочную снимаем. Далее у нас идут уже 2 изнаночные. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. И изнаночный ромбик у нас увеличивается до 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 3 лицевые. Уменьшаем лицевой ромбик. И 5 изнаночных. Увеличиваем изнаночный ромбик. И теперь в конце у нас получается 3 лицевые. 1 изнаночная. И кромочная у нас лицевая в лицевом ряду. Разворачиваем на изнаночный ряд, снова кромочную снимаем, лицевую разворачиваем и возвращаем нить перед работой. Изнаночной провязываем 2 первые петельки и затем по рисунку довязываем весь изнаночный ряд. И снова мы в лицевом ряду кромочную снимаем, затем вяжем 3 изнаночные. 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем снова у нас получается 1 лицевая, 1 изнаночная и кромочная в лицевом ряду. 1 лицевая, разворачиваем на изнаночный ряд, снова первую снимаем, далее вторую разворачиваем, нить перед работой возвращаем последнюю петлю и вяжем 2 вместе одной петлей изнаночной. И затем довязываем изнаночный ряд, как всегда по рисунку. Повернув на лицевой ряд, кромочную снимаем и все петельки, кроме последней, вяжем изнаночными. В этом ряду у нас идет уравнивание самого большого изнаночного ромба. Вот так вот. И последнюю я свяжу в лицевом ряду, лицевой, для того, чтобы не нарушать узорчик крайней кромочной вот здесь косички. Развернув на изнаночный ряд, я снова кромочную снимаю, лицевую разворачиваю и одеваю изнаночную вот эту последнюю петельку, нить перед работой. Вяжу 2 вместе петли изнаночной петлей и затем все остальные петельки по рисунку. Развернули на лицевой ряд и у нас сейчас будет идти ромбик изнаночных на уменьшение. Поэтому вяжем 3 петли изнаночные после кромочной, 1 лицевая над ромбиком средней петлей, лицевая. Далее у нас идет 7 изнаночных, 1 лицевая, снова 7 изнаночных, 1 лицевая. И вот так вот вяжем этот ряд. То есть уменьшаем изнаночный ромбик и у нас получается увеличение лицевого ромбика. В конце изнаночная и последняя петля лицевая. Разворачиваем на изнаночный ряд, кромочную снимаем, поворачиваем аккуратненько нашу лицевую петлю, нить перед работой и возвращаем кромочную петлю. 2 вместе петли вяжем 1 изнаночной, а далее петли по рисунку. В лицевом ряду кромочную снимаем, далее вяжем 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее у нас идут 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 3 лицевых, 1, 2, 3. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная у нас в лицевом ряду, лицевая. Поворачиваем на изнаночную сторону. Далее снимаем нашу первую изнаночную, разворачиваем вторую лицевую и возвращаем изнаночную. Провяжем 2 вместе петли изнаночной. Как всегда сделаем сокращение в начале изнаночного ряда. Вот так возвращаю. И еще раз попытка номер 2. Провязав 2 вместе изнаночной, вяжем все петельки по рисунку. Итак, провязываю я еще раз. Разворачиваю лицевую и провязываю петельку изнаночную и лицевую 2 вместе. А затем у нас идет 5 лицевых, или точнее уже 4 лицевых осталось, 3 изнаночных, снова 4 лицевых. И вот она, пятая лицевая у нас. Здесь мы сократили, получается, пятую лицевую уже в сокращении выреза горловинки. А здесь у нас по 5, смотрите. Итак, снова 3 изнаночных, и в конце у нас 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Разворачиваем на лицевой ряд. Кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас идет 3 изнаночные. 1, 2, 3, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 3 лицевые, и последняя у нас петля, ой, 3 изнаночные, и последняя у нас петля лицевая. Вы, наверное, немножечко подустали, но потерпите, еще буквально осталось совсем чуть-чуть. Самое основное уже позади. Итак, разворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем, далее разворачиваем лицевую. Нить перед работой возвращаем на место изнаночную. Вместе вяжем 2 петли изнаночной. И довяжем до конца ряда все петельки по рисунку. В данном случае 2 лицевые, 5 изнаночных, 3 лицевые, 5 изнаночных. Развернув на лицевой ряд, кромочную снимаем. Далее вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная и последняя петля лицевая. Разворачиваем на изнаночный ряд и снова изнаночную снимаем. Лицевую разворачиваем задней стеночкой. Затем изнаночную возвращаем. Нить перед работой и 2 петли вяжем 1 изнаночной. Далее довяжем по рисунку. У нас идет 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая. Далее снова 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И кромочная изнаночная. Развернув на лицевой ряд. Мы абсолютно все петельки, за исключением первой кромочной, мы ее с ними провяжем. Все петельки лицевыми. И тем самым закроем полностью наш ромбик изнаночной петелькой. Вот так вот. Закрываем ромбик этот изнаночный. И тем самым у нас закрываются все изнаночные петельки. Как с этой стороны, посмотрите, у нас было вот закрытие, то есть лицевая гладь, переход. Точно так же и с этой стороны мы сейчас, получается, находимся вот в этом месте, где мы сделали закрытие изнаночных петель. Лицевыми петлями. И теперь у нас, как вы поняли, уже с изнаночной стороны будут изнаночные петли, а с лицевой стороны лицевые петли. При этом мы продолжаем с изнаночной стороны пока уменьшать, две провязывая петли изнаночные, уже без поворачивания, без разворачивания вот этой вот второй петельки. У нас просто будут две изнаночные петли вместе одной изнаночной. И до конца ряда все петельки изнаночные. Это с изнаночной стороны и с лицевой стороны все петельки просто лицевые, без изменения. То есть мы будем делать убавления, продолжать только с изнаночной стороны до тех пор, пока у нас на спице не останется наших 14 петелек плечевого скоса. Так, чтобы не запутаться сейчас. Мы можем пересчитать. Итак, у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. У меня 16 петелек, значит мне осталось буквально два раза сократить по петельке. А пока все лицевые ряды я буду вязать лицевыми петельками. А с изнаночной стороны делать убавление. Провязывать две первые петельки вместе одной изнаночной. Разворачиваем и провяжем две вместе петельки первые изнаночной петлей. До конца ряда изнаночные, до конца ряда лицевого, лицевые. Довязав лицевой ряд, переходим на изнаночный и делаем последнее убавление. После этого убавления, начиная с вот этой петельки, у нас должно остаться 14 петель. Итак, 2, 4, 5 изнаночных, далее 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все, осталось 14 наших петелек. И теперь без изменения лицевой гладью мы должны довязать аналогичную сторону нашей первой. То есть, смотрите, вы смотрите, сколько вы рядочков провязали от последнего вот здесь вот уголка лицевого. Вот здесь вот сколько вы считали. Точно так же провязываем и здесь. Главное, чтобы совпали наши рядочки. То есть, смотрите, здесь рисуночек у нас совпал. Все замечательно. Нам осталось лишь только, чтобы рисуночек по рядочкам совпал и здесь. То есть, вы вяжете вот это недостающее расстояние лицевой гладью. При этом у нас на двух сторонах плечевого скоса одинаковое количество петель. Вот просто вяжем лицевой гладью ровным, скажем так, полотном, вот как здесь. До тех пор, пока нам не станет нужная длина. И еще раз повторюсь, одинаковое количество рядочков обязательно, для того, чтобы было совпадение. И у вас от начала проймы здесь точно так же будет 17 см, как и в первом случае. После того, как связали правую сторону аналогично левой, отрезаем ниточку, тоже оставляем хвостик сантиметров 30-35, для того, чтобы сшить открытые, обратите внимание, плечевые скосы, то есть открытые петли у нас. И теперь наша, можно сказать, первая часть, наш перед жилеточки готов, поэтому до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать спинку и делать сборочку.